Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война» вопрос 3369. «Если бы все начали молиться о войне в Чечне, то прекратилась бы там война?» Отвечает Игнатий Лапкин. «Кто воюет там, они не будут о том молиться. Их благословили безбожные попы умирать за интересы олигархов, и они будут там погибать. У каждого дома враги, и в церкви враги. Вот здесь бы вроде попроще, но без молитвы нигде не обойтись». Кавычки открыты. «Помощник и покровитель» страница 916. «За обидящих нас. Помилуй, Господи, ненавидящих меня и завидующих мне. Помилуй, Господи, клевещущих на меня и наносящий мне обиды. Ничего злого не сотвори с ними за недостойного раба своего. Но по неизреченному милосердию своему и по безмерной благости своей ни в этой жизни, ни в будущем веке, да не потеря пота ни зла за меня грешного. Освети их милостью своей и осенней благодатью своей. Все благие, потому что перед всеми благосвяты во веки веков. Аминь. Преподобный Ефрем Сирин. О Даровании Духа Всепрощения. Спаситель, научи меня простить от всей души всех, кто чем-либо меня обидел. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу предстать перед Тобой с чувствами вражды, которые таятся в моей душе. А через ствело мое сердце нет во мне любви. Помоги мне, Господи. Молю Тебя, научи меня простить обидящих меня, как сам Ты, Бог мой, на кресте простил врагов Твоих. О Ты, благосердный, благий и человеколюбивый Божий, Божий мир, Отец милосердия и Бог всякого утешения, оплакиваю и признаю перед Тобой злобу сердца моего, что я склонен к гневу, сварливости, мщению, честолюбию и гордости, из которых происходит только одноврождание и согласие, и часто оскорблял Тебя, кроткий, долготерпеливый Божий и Отче, и огорчал ближнего моего. Прости мне этот грех, и саделай, чтобы насладился, и я благословением изреченным Тобою в словах. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Господи Божий, итак, по справедливости нарекутся враждующие сынами дьявола. По милости Твоей, отврати меня этого проклятия. Но даром не дух кроткий и долготерпеливый, мягкое и любвеобильное и терпеливое сердце, человеколюбивее в пребывании и общении с другими, чтобы никого не оскорблял, не нарушал дорогого мира. Но сколько от меня зависит, со всеми людьми пребывал в мире. Какой высокий дар есть мир! Он, как драгоценный лей, стекающий с главы Аарона на одежду его, как росе армонское, сходящее на горы Сионские. Там завещал Господь благословение и жизнь навек. Ты сам, Господи Иисусе, называешься князем мира. Ты назвал миротворцев сынами Твоими. И потому, без сомнения, не любящий мира, суть сыны дьявола. Ты в мире миром к миру и с миром призвал нас, сказав «Мир вам!». Святые ангелы желали нам этого высокого дара. На земле мир в человеках благоволения. Как сильно и сердечно просишь ты, чтобы были едино, как ты с отцом твоим. Отец в тебе, и ты в отце, так и мы в отце, и в тебе, и ты в нас. Какое высочайшее единение обретается во Святой Троице! О, ты, высочайшее единение, свяжи сердца нашей в любви Твоей. Размягчи, утиши и садилы кроткими все жестокие сердца. Просвети их, да скоро забудут и простят все обиды и оскорбления. Как ты по великой благости скоро забываешь и прощаешь. Даруй, чтобы мы ради мира прощали друг другу, как ты простил нам во Христе, чтобы в молитве нашей не было препятствия и она не обратилась в грех. Садилы, чтобы более любили дорогой мир, чем собственно наше мнение. Садилы, чтобы мы ради дорогого мира являлись нисхождение и уступчивость, чтобы нам сохранить у себя это дорогое сокровище, а не потерять его. Потому что горе земле и народу, у которых Бог отнимает мир свой, потому что с тем вместе отнимает он милосердие, так что никто не заботится о другом, как язычники, которые ничего не знают о Христе и его кротком духе и сердце. Но исполняется ярость и во гневе своем, как Каин, который был от дьявола. Потому что дьявол есть производитель всякой вражды. Боже, возврони ему, да не рассеивай между нами семена своего гнева и несогласия. О примирении с врагами Милостивый Боже и Отче, оплакиваю перед Тобою злое свойство моего сердца, по которому я нескор на прошение оскорбивших меня. Прощение. Ты имел бы причину отринуть меня за это от лица Твоего, и мне равным образом отказать в прощении. Но Ты Бог, а не человек. У Тебя великое искупление, потому что пути Твои неподобны нашим путям. Прости мне, Боже мой, эту непримиримость и истреби ее во мне. Научи меня помышлять, как часто я оскорбляю Тебя. Оскорбляй ежедневно и ежечасно, и при всем том надеюсь получить от Тебя прощение, дабы я таким же образом, по примеру Твоему, прощал брата моего, согрешающего против меня, не только до семи раз, но до семидишься семидесяти. Дару мне надлежащим образом размышлять о наказаниях, которыми Ты угрожаешь непримиримым, отказывая им и им в прощении. Но повелеваю вернуть их в темницу, откуда они выйдут, пока не заплатят последние полушки. Садил и тажешь, да, пример Христа Господа моего. Моливши за врагов и распинатели своих. Побуждай от меня к истинному и сердечному примирению, дабы я от искреннего сердца прощал брата моего согрешения его. Наконец-то делай, да получу прощение грехов моих и уверене, что я живу во благодати Твоей, в Которую да сподоблюсь блаженной кончины через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь. 2 Коринфянам 5 глава с 18 по 19 стих. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Ефесянам 4.32. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Колосим 3.13. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Утренние ранние часы Чудесным вдохновением осиянны. Забот клубок недавитный не висит. За ночь за мир, за сон пою осану. И к нам с рассветным утром входит удивление и в чудом обновленном сознании в молитве. Не сотворить кумира из постели с ленью. За то, что было есть достойно, восхвалите. Утренние свежие часы Что вы так торопитесь, спешите? Сон же может все на нет свести. Ни во что поставить, что нажито. В тишине стоишь перед киотом, сам за грани видимых веществ. И поклону, чтоб не меньше сотни, за родных, за мир весь вообще. По палатам рано пробегусь я. Подоткнуть страдание одеял. Господи, помилуй, помоги Иисусе. Да не будет вопль мой сонно-вялым. Надо за границей бы успеть Вспомнить патриарха, папу, мусульманство. Здесь с Петром разобрасываю сеть. Заводить таких, ибо чажинок масса. О врагах, смутьянах возопить. Об отступниках, монахах, лицемерах. Есть знакомые цыгане-казаки. Редко в ком евангельская вера. Власти буйствуют, жереют и воруют. Обрати их, Божий всемогущий, К староверческом болоте нужной струи, Чтоб вмешался и Его восущий. Утренние, ранние минуты И бесценные, чистейшие секунды Поднимайте на вершины круто. Да не будем из лени скудны. 14.12.06. Игнатий Лапкин Субтитры велосипеда